Наконец-то я нашел его! Идеальный монитор! Я на самом деле не привередливый, мне для нормальной работы было бы вполне достаточно 27 дюймов, нормальный цвет передач, 4К, ну и возможность подключить монитор к ноутбуку через Type-C. Под эти запросы можно было бы подобрать мониторы абсолютно разных производителей, понятное дело они были бы все плюс-минус одинаковые, но волей случая я наткнулся на монитор от Huawei MateView и произошла та самая Перед началом видеообзора давайте с вами сформируем список необходимых требований к монитору для фотографов и видеограф такого бытового уровня. В общем для людей не супер глубокого профессионального уровня, занимающихся какой-нибудь сложной предпечатной подготовкой для офсетной полиграфии и уж точно не для тех людей, которые красят кино. Там другие требования, другое оборудование. Представим, что мы простой фотограф, портретный, свадебный или простой блогер, делающий рилсы, либо ролики на YouTube. На одном мониторе мы и работаем, и играем в PlayStation, и смотрим всякие кинольки, и все это дома. И тут нужно задаться вопросом, а что должен уметь нормальный монитор? Ну разумеется, он должен выдавать качественную картинку, иметь большую диагональ с высоким разрешением, подключаться к Mac через USB Type-C, иметь достаточное количество необходимых разъемов, иметь приятный дизайн и не стоить как крыло от Боинга. И на мое удивление, я такой монитор нашел. Huawei MateView 28,2 дюйма 4К+, мой любимый монитор. Возможно, на долгие-долгие годы, потому что я честно хз, как сделать его еще лучше. Приехал он ко мне в красивой такой коробочке, которую тут же заняла Яська. В комплекте дают макулатурку, блок питания на 75 Ватт с Type-C наконечником. Интересно, что будет, если попробовать зарядить через него свет. Type-C Type-C кабель и DisplayPort кабель. Монитор имеет достаточно большой ход по вертикали в 1 см и наклон от минус 5 до 18 градусов. При включении монитор встретил меня полноценной операционкой на борту и научил пользоваться тач-баром на нижней грани. Поначалу он кажется мег-дебильным и непонятным, но спустя пару дней к нему привыкаешь. И он становится послушным. После от монитора поступило предложение скачать Huawei-вское приложение, которое, по идее, должно было позволить дублировать экран, ну, либо настраивать монитор съеблофона. Я скачал, установил, зарегистрировался, но что бы я ни делал, никакой магии не произошло. Поэтому я забил. Просто подключил его к MacStudio и узрел всю красоту этой картинки. Ну, давайте разбираться, что умеет наш монитор. Ну, для начала он умеет выдавать качественную картинку, так необходимую для точной настройки цвета в моих фотографиях. Внутри матрица IPS с охватом 98% DCI-P3 и 100% покрытием sRGB. Спойлер. В целом, даже покрытие 99% sRGB, как было на моем предыдущем LG мониторе, даже сразу на 2, было вполне достаточно для обработки фоточки для интернета. Монитор калиброван с завода и обладает минимальным отклонением цвета Delta E меньше 2 в DCI-P3 и Delta E меньше 1 в sRGB. И все это еще в дополнение сертифицировано веса дисплей HDR400. Я сравнил цвета со своим предыдущим, так сказать, временным NOOP LG монитором и картинкой 13 Pro Max. Больше всего мне не понравилось в LG, что относительно iPhone картинка была сильно пережаренной, с завышенной насыщенностью. А на Huawei через настройки Mac OS с включенным профилем DisplayP3 цвета становятся аналогичными iPhone в стоке. И сейчас, обрабатывая фото, я сразу вижу тот цвет, который увидят пользователи с современными яблоками. Многие скажут, что современные OLED-матрицы как бы макс круче и лучше работать на них. Но учтите, что такие OLED-мониторы стоят как крыло от Боинга. И у большинства пользователей, наблюдающих за вашим контентом, стоят простые среднестатистические IPS-матрицы. Поэтому не надо прыгать выше головы. Если вы возьмете OLED, то вряд ли вы увидите ту картинку, которую увидят ваши зрители. Покупайте нормальные IPS-ы. Также монитор имеет матовую антибликовую поверхность. А это очень нужная тема, когда на фоне что-то постоянно перемещается. Тут нет шим. И сидеть, работать или рубиться в Хогвартс можно хоть весь день. Глаза не устают. В том числе из-за низкой интенсивности синей подсветки. Второе. Диагональ и разрешение. Работать на большой диагонали просто приятно. Особенно, если вы занимаетесь визуальным искусством. Желательно выбирать мониторы от 24 дюймов. В идеале 27. Большинство 27-дюймовых матриц обладают разрешением в 4К. Что укомплектовывается пикселями с плотностью 163 dpi. Это идеальная плотность, при которой с рабочего расстояния вы не видите пиксели. Но при этом в 100% зуме, открывая фотографии, вы отлично различаете резкость самой фотографии. Соответственно, более точно ее контролировать. И при этом не тыкать свой нос в монитор. У Huawei диагональ 28,2 дюйма с разрешением 4К+. Это 3840 на 2560 точек. И укомплектованностью пикселей в 164 dpi. Как у классических 4К27 матриц. Huawei просто взяли и удлинили вертикаль. Нарастили снизу аж целых 400 пикселей. И тем самым у монитора поменялись пропорции соотношения сторон. И это третий кайф. Практически все мониторы обладают каноничным соотношением сторон 16 к 9. Но есть нестандартные варианты, типа игровых 21 к 9 и дизайнерских 2 к 3. И в данном случае для визуального контента вертикальные более квадратные пропорции являются суперполезными. И это действительно главная фишка монитора, которая сразу мне его продала. В детстве, ну как в детстве, в возрасте 16 лет, я начал работать дизайнером-верстальщиком в глянце. И тогда я занимался версткой и предпечатной подготовкой публикации журнала на специализированном мониторе NEC. Который тогда стоил каких-то заоблачных денег. Я думаю, раз в 10 дороже, чем какая-нибудь TN матрица. На тот момент уже они были с разрешением Full HD. Но я работал на квадрате с соотношением сторон 4 к 3 и разрешением 1600 на 1200 точек. Мне этот опыт хорошо запомнился. Потому что квадратные пропорции на самом деле для полиграфии дизайна, они удобны. Потому что макет, раскладка журнала помещалась на экране без каких-либо пустых областей. И это было суперудобно. И сейчас у меня приятное чувство дежавю, когда я работаю на более квадратной матрице монитора. В бридже фотографии с камеры открываются на 100% монитора. Без черных полос по краям. Работая в фотошопе, я также вижу больше информации. Больше самой модели в кадре. Но самое главное, просто самое-самое главное, что меня бесило раньше, это Final Cut Pro X. Теперь у меня появляется практически в 2 раза больше пространства для таймлайна. И визировать большее количество слоев намного легче. Это же не величие. Когда я готовлю фото к публикации для интернета, я сжимаю фоточки до 2560 точек по длинной стороне. Если кадр вертикальный, то на Huawei фотография открывается пиксель в пиксель и умещается в вертикале без кропа. Это однозначно величие. Четвертое – это дизайн. Да вы только посмотрите на эту анодированную алюминиевую поверхность. Она идеально матчится с моим Mac Studio. Посмотрите на эту перфорацию. Найти тонкие рамки. Экран занимает 94% площади. По краям черные полоски имеют ширину всего 6 мм. Ножка плоская и не выпирает сильно вперед. Ее квадратная форма позволяет упереть в нее Magic Keyboard. И, кстати, она по размеру меньше самой Mac Studio. Здесь, кстати, поинтересней. А что если... Тупц. Монитор, кстати, весит 6 кг. Не такой легкий. Так. Вот так мы его берем, опускаем. Вот. Можно и так работать. Благо дело вон там вот. Цельностальной, гладкополированный шармингер. Который позволяет поднимать и наклонять экран. Опустить монитор можно практически до самой площадки, тем самым закрыв провода, торчащие сбоку. Пятое. Это интерфейс. Коннектится монитор к Mac Studio через Type-C кабель. Также на борту на задней панели есть DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и Type-C, использующийся исключительно для питания монитора от внешнего блока питания. Справа на ребре у нас два USB, один Type-C с Power Delivery на 65 Вт. Можно, к примеру, подключить MacBook и заряжать его параллельно, передавая картинку на монитор. Ну и, разумеется, выход на наушники 3.5 джек. Из забавного в мониторе есть своя ось. Wi-Fi, Bluetooth и NFC модуль. Воткнув беспроводную мышку в монитор, вы можете зайти в внутреннюю ось, в настройки, обновить, к примеру, операционную систему, подключиться к Wi-Fi, подключиться к внешней клавиатуре, облачно транслировать картинку с Huawei телефона, либо Huawei ноутбука. Но у меня таких нет, поэтому мы в обломе. В ножке монитора располагается NFC модуль для того, чтобы подсоединить Huawei телефон. Но у меня-то яблоко, как и, блин, у большинства. Вообще, сейчас кто-нибудь использует телефон у Huawei? Ладно, вот его и, наверное, самый главный минус. Лучше бы сюда засунули беспроводную зарядку. Не рекламы ради, а рекомендации для. У меня есть вот такая складывающаяся, компактная беспроводная зарядка, которая конкретно облегчила мне жизнь. Ложась баиньки, я кидаю на нее часы, AirPods и iPhone. А утром все заряжено. Это Zero Mac Fold Transformer 3 в 1. Питается от Type-C и имеет три площадки для зарядки подручных гаджетов. Изначально я ее взял для путешествий, и в Грузии она меня просто выручила своими габаритами и весом. Но оказалось, что дома ей тоже мега удобно пользоваться. В целом, однозначно рекомендую. Источник сигнала, USB Type-C. Включается монитор. Мышка сразу начинает передавать сигнал именно на Mac Studio, и мышка уже работает с Mac Studio. Это прикольно. По разъемам у меня два вопроса. Зачем они сделали кабель питания через Type-C? Я не могу этот Type-C использовать для того, чтобы запитать монитор от Mac Studio. И зачем коммуникационный Type-C? Кабель, который используется для подключения к Mac Studio, они вывели в бок. Смотрится он дебильно. Неужели его нельзя было на спине спрятать? Ну ладно, в данном случае я могу вот так вот опустить монитор, и все. Теперь этот проводок глаза не мозолит. Поэтому к этому монитору в целом вопросов нет. Он идеален для поработать, для поиграть в PlayStation. Кстати, если переживаете за черные полосы, снизу и сверху, то не очкуйте, они вообще не бросаются в глаза. А некоторые игры подгоняются под нативное разрешение в 4K+. И это вообще становится ультимативно, особенно в стратегиях, где нижняя часть экрана занята интерфейсом. Я уже залип на нескольких играх, пока писал это видео. В том числе и в КСП, где, чтобы отправить огурцов в далекий-далекий космос, нужно построить большую ракету. А с бонусным разрешением по вертикали еще больше ракет помещается на экране. А теперь самое интересное. Это его цена. Я знаю, что сейчас вы меня возненавидите, но я его купил в Турции в официальном магазине онлайн за 9900 лир. Это приблизительно 35 тысяч рублей на момент покупки. В России такие мониторы продаются в среднем от 50 тысяч рублей. У-ля-ля. В общем, мне достаточно сложно добавить пожелания какие-то к этому монитору. Ну, разумеется, естественно, кроме вот этого дебильно торчащего Type-C кабеля. И вот сюда бы еще беспроводную зарядку было бы просто пушка. В целом, в этом мониторе есть абсолютно все, что мне необходимо. И даже больше. А вы что думаете по этому монитору? Пишите в комментарии. Обязательно с вами обсудим. Также обязательно поставьте лайк. Сделайте подписку на этот канал. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok